Похоже, моя стрижка вышла из моды. Оказывается, сейчас не в тренде прически, требующей тщательной укладки. С большим количеством помады, четкими проборами, зачесом, набок узорами а-ля Эдгар. А стрижка брокколи? Забудьте о ней. Что же сейчас актуально? Похоже, малят. Серьезно, я знаю трех парней с такой стрижкой, двое из которых от сесемейства. Более того, поговорив со стилистами, вы обнаружите, что стрижки с 84 по 96 года снова в моде. Нынешние тикток-тренды небрежность, естественность, легкая растрепанность. Но как же сделать красивую стрижку, и что нужно знать, прежде чем вы в следующий раз пойдете к своему барберу? Господа, об этом сегодня и поговорим. Вы, возможно, подумали, Антонио, ты наконец-то решил сменить прическу? За прошедшие годы у меня были волосы разной длины, я зачесывал их по-разному, использовал разные средства. Но да, по большей части, в последние десятилетия у меня была одна и та же прическа. Настало ли время для перемен? Скорее всего, нет. Для многих это хорошая новость, ведь не обязательно гнаться за каждым модным трендом в прическах. Серьезно, просто найдите стиль, который вам подходит, и иногда экспериментируете с длиной, укладкой, средствами для волос. Но в целом, если не перебарщивать, то классические стрижки всегда будут в моде. Так что я со своим боковым пробором в порядке. Но что, если вы хотите улучшить свой имидж? Первый шаг – это консультация с профессионалом. Да, я знаю, что вы именно поэтому смотрите мои видео или видео барберов, где вам показывают разные стили, разные образы. Но вот в чем дело. Ничто не сравнится с личной консультацией с тем, кто может оценить ваши волосы вживую. Даже неопытный барбер, который работает всего год, он делает как минимум 10 стрижек в день и отработал, скажем, 200 дней за последний год. Господа, это 2000 стрижек и как минимум несколько сотен разных голов. А, да, он еще и учился этому. И, скорее всего, ему нравится эта работа, поэтому он ее и выбрал. То есть, что начинающий мастер знает много. Так что попробуйте обойти несколько барбершопов и найдите барбера, который увлечен своим делом и относится к своей работе достаточно серьезно, чтобы без проблем вымыть вам голову, поговорить с вами, обсудить и объяснить, что подойдет вашему типу волос. Глядя на знаменитости с великолепными волосами, учитывайте, что они не просто заходят к первому попавшемуся барберу и говорят, как хотят постричься. Звезды работают со своим мастером, который помогает им найти прически, которые им подходят. Это подводит нас к следующему пункту – постоянно работайте с одним мастером. И второе – мастер работает с тем, что у вас на голове. Если у вас короткие волосы, но вы хотите длинную прическу, даже опытный барбер не так уж много сможет сделать на первом приеме. Но если вы видите, что это человек увлеченный, а поскольку вы смотрели много видеороликов о прическах на YouTube, задайте ему пару хороших вопросов. И если вы поймете, эй, он разбирается в деле, то это должно быть для вас сигналом, схожу к нему хотя бы 3-4 раза, с каждым посещением все будет лучше и лучше. Вы не только почувствуете себя более уверенно в своем стиле, но и барбер начинает узнавать ваши волосы, то, как они двигаются, растут, ведут себя. И он подстроится под ваши пожелания. И помните, мы говорили о несовершенствах? Что ж, хороший барбер обратит несовершенство в вашу пользу и поможет найти прическу, которая вам подойдет. Частая ошибка, которую многие из нас совершают – стричь и укладывать волосы самостоятельно. Мы стараемся скрыть то, что считаем недостатками, вместо того, чтобы принять их и сказать «Знаете что? Я подчеркну это! Это же часть меня, и она делает меня уникальным!» В конце концов, это в природе вещей. Парни с прямыми волосами хотят кудрявые. Парни с кудрявыми волосами хотят прямые. Хороший барбер обратит ваши особенности в плюс, и при таком подходе прическа будет выглядеть более естественно и непринужденно. Следующее – это умение говорить со своим барбером на его языке. Так что говоря о фейт, знайте, что это плавный переход длины волос, обычно более короткий внизу и постепенно удлиняющийся. Бывает низкий фейт, средний фейт и высокий фейт. Тейпер – похож на фейт, но более тонкий. С тейпером волосы постепенно становятся короче по бокам и сзади, сливаясь с верхом без резкого контраста. Далее поговорим о многослойной стрижке. Что именно это означает? Многослойная стрижка – это когда волосы стригутся на разную длину, создавая слои, которые добавляют объем и движение. Многие парни стригут волосы сами, и когда длина растет, они не знают, как делать слои. И что происходит? Волосы начинают топорщиться внизу. Проще говоря, волосы на макушке длиннее, чем волосы по бокам. Однако, когда эти волосы правильно пострижены слоями, они ложатся и строятся по-другому, создавая, как я думаю, большинство из нас считает, более желаемый образ. Текстурированная стрижка включает в себя слои и рваные концы, чтобы добавить волосам текстуру и движение. А если вы слышите о дисконнекте, это четкое различие между длинами, например, как в андеркате или хард-парте, где нет плавного перехода. В дисконнекте четко видно, где волосы были пострижены. Что такое хард-пард? Он вышел из моды, но если вы когда-нибудь услышите это слово, знаете, это означает выбритую линию на коже головы, создающую четкий пробор в волосах. А как насчет челки фринж? Фринж — это когда волосы пострижены и уложены так, что падают на лоб. Итак, мы начали разбираться в стрижках. Говоря о коротких стрижках, есть стрижка баскат, очень короткая, по всей голове, выполненная машинкой. Стрижка крюкат. В ней верх немного длиннее, чем бока, которые обычно стригутся тейперами или фейдом. Стрижка айви лиг. Это вариация крюкат, где верх достаточно длинный, чтобы делать пробор и укладывать, а бока остаются короткими. А комбовер немного длиннее, волосы разделены пробором на одной стороне и зачесаны на другую. Так вы сможете говорить на языке барбера. И если вам это кажется сложным, то вот мой любимый лайфхак. Имейте при себе фотографию со стрижкой, к которой вы хотите вернуться. Это не вариант, если вы хотите изменить прическу, но если вы носите одну и ту же прическу, то имейте при себе фотографию, чтобы показать ее. Или еще лучше снимите видео, особенно после того, как вы только что постриглись и вам нравится результат. Если вдруг вам придется сменить барбера. Я думаю, что это очень важно, выбирая стилиста или барбера, найти с ним общий язык, чтобы он действительно старался и уделял вам время. Особенно если вы меняете стиль, не знаете, как укладываться. Он профессионал, и спустя пару секунд вы вдруг смотрите на свои волосы и думаете «Вау, здорово!». Прежде чем встать с кресла и уйти, не бойтесь спросить его, не могли бы вы показать, как делать такую укладку? Если вы пришли с другом, женой или девушкой, пусть они снимут на видео весь процесс. Какое именно средство он использует? Он использует фен. Да, фен имеет огромное значение для придания формы волосам. Какую расческу он использует? Смотрите и задавайте вопросы. Не бойтесь показаться глупым, так вы учитесь и сможете повторять этот образ снова и снова. И опять же, если вы хорошо относитесь к своему барберу, даете ему хорошие чаевые и продолжаете к нему ходить, он не будет против всего этого. Что касается текущих трендов в стилях, ваш барбер должен об этом знать, но я еще раз расскажу вам о том, что сейчас наблюдается. А наблюдаем мы то, что люди тяготеют к растрепанным прическам, которые не требуют много времени на уход и укладку. И это важный момент, потому что вы можете подумать, мне нравится. Но если вам придется ходить к барберу каждую неделю, каждые две, да, определенные стрижки требуют определенный уход, то вряд ли подходящая вам прическа. Особенно, если вы привыкли посещать его раз в месяц. Ведь это может обходиться в 25, 50 или даже 100 баксов за стрижку. Так что обсудите это со своим барбером. Какой требуется уход, какое обслуживание. Но опять же, я сейчас говорю о молодой демографической группе, о парнях от 18 до 30. Они предпочитают длинные распущенные волосы. Можно даже заметить, как в моду возвращается химическая завивка у парней. Многие из этих трендов приходят из тиктока. Но главное преимущество длинных причесок и парни в возрасте от 20 и 30 лет ценят это. Это то, что не нужно уделять много времени уходу. И возможно поэтому маллет так популярен. Сбоку коротко, сзади вечеринка. В целом это относительно простая стрижка. Не нужно часто ходить к барберу, и она, как правило, не требует особого ухода. Лично я, как профессионал за 40, придерживаюсь классических стилей. Я избегаю слишком сильных средств, сильного блеска. И предпочитаю такие средства, как глина. Господа, посмотрите это видео, и вы гораздо лучше разберетесь в средствах для волос. Итак, да, нажмите вот здесь. О да, бум.